Виктория Лидерман Здесь динамичный сюжет. Очень хорошо прописаны характеры современных школьников. Есть место в мистике загадочным явлениям. Мне очень хотелось узнать, чем все закончится. Успеют ли герои выполнить предназначенную миссию. Главные персонажи этой истории изображены на обложке. Это трое шестиклассников, у которых множество семейных и личных проблем. Ребята не дружат между собой, не находят понимания в своем классе. Первый из них Глеб Елизаров. Новенький. Друзей он себе не завел, но и не стремился к этому. Мамы у Глеба нет. Его папа военный. Все время проводит на службе. А еще этот мальчик никогда в жизни не просил ни у кого прощения. Даже за серьезные проступки. Рядом с ним Юра Карасев. Единственный отличник в классе. Мальчик тихий, скромный. Дедушка Юры был археологом и недавно умер. Юра с тех пор потерял интерес и к учебе, и к своим увлечениям. Он винит себя в случившемся. Друзей Юры тоже нет, хотя желающих списать контрольную работу или домашку, хоть отбавляй. И, наконец, третья героиня Лена Зюзина. Девочка с колючим характером. С ней не хотят общаться, потому что она из малообеспеченной семьи. И, как говорят одноклассники, от нее пахнет половой тряпкой. В действительности, мама Лена очень часто болеет, и ей приходится одной присматривать за младшими братьями и сестрой. Она на самом деле после уроков моет подъезды, еще подрабатывает уборщицей в салоне красоты, чтобы немного заработать. У этих троих нет ничего общего, но один случай меняет все. Во время школьной экскурсии на археологических раскопках Глеб решает отметиться и царапает на старинной стене с древними иероглифами дату поездки – 23 мая. Следующим утром он, Юра и Лена просыпаются в 22 мая, потом в 21 мая. То есть для этих ребят время внезапно идет в обратном направлении. Вот такая фантастическая, пугающая немного ситуация дает им возможность что-то изменить, посмотреть на себя, на свои поступки со стороны, постараться что-то исправить, делать какие-то выводы. В конце концов, ребятам приходится объединиться, чтобы общими усилиями постараться решить проблему. И их приключения, конечно же, станут началом крепкой дружбы. Мне было очень интересно наблюдать за тем, как менялись персонажи, как они побеждали свои страхи, как они старались помогать друг другу. Порой даже взрослому человеку бывает очень сложно простить и тем более просить прощения. Я хочу сказать, что герои книги с этим успешно справились. С каждой главой ребята росли в моих глазах, и я их зауважала. «Календарь мая» – книга не только захватывающая, она еще очень теплая. Здесь есть фантастика, немного истории, но в основе своей – это повесть о семье, о дружбе и взаимопомощи. Она о том, как важно слышать и ценить тех, кто рядом с тобой. На мой взгляд, эта книга прекрасно подойдет для чтения современным подросткам, в особенности тем ребятам, которые чувствуют себя одинокими и непонятыми. Потому что Виктория Лидерман дает простой совет своей повести, как действовать в данной ситуации. Оглянитесь вокруг, будьте добрее и отзывчивее, приходите на помощь тем, кто в этом нуждается. Они хохотали так легко и весело, как только могут хохотать друзья, которым очень хорошо вместе, которые только что получили дневники с годовыми оценками, и у которых впереди долгожданное лето и долгая, долгая, беззаботная жизнь. Виктория Лидерман. «Календарь мая». Рекомендую. Рекомендую.